Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Большинство из них отказывается оплачивать взносы и уже обратилась в прокуратуру В ведомстве нарушений закона со стороны застройщика не нашли Поэтому жильцы собираются выйти на митинг и обратиться к главе региона Игорю Васильеву Дайджест недвижимости Кировчан приглашает поучаствовать в реновации застроенных территорий Речь идет о двух объектах в Нововятском районе города Эта территория в районе домов номер 21 и 25 по улице Мопра И территория в границах улиц Рдженикидзе-Кутузова-Банный проезд На упомянутых участках могут появиться объекты, относящиеся к категориям Деловое управление, магазины, бытовое обслуживание, здравоохранение или спорт Создание жилых объектов не предусмотрено, уточняется на сайте городадминистрации Конечная цель мероприятия – заключение договора о развитии территории с победителем открытого аукциона Заинтересованных граждан просят направлять предложение об участии в реновации В Управлении градостроительства и архитектуры Кирова до 31 октября этого года Дайджест недвижимости В одном из регионов России ипотеку будут выдавать под 1% Соответствующий закон принят в Ненецком автономном округе Компенсировать ипотечную ставку заемщикам будет бюджет округа Претендовать на ипотеку под такую ставку могут жители региона, покупающие жилье на его территории Есть ряд требований и к дому, в котором покупается квартира Он должен быть кирпичным или монолитно-бетонным Возраст дома не должен превышать 25 лет По мнению властей округа, льготная ипотека поможет решить жилищный вопрос молодым семьям И повысит качество жизни в северном регионе На этом все, в студии работала Анна Лапшина Дайджест недвижимости Субтитры подогнал «Симон»